Попьелос одно из самых любимых названий стратегии для ПК, и его последнее интернирование, Попьелос The Beginning, наконец, было преобразовано в скромную Плейстейшн. Это рассвет времен, и вы управляете шаманом с племенем последователей. По мере роста вашей деревни, вы приобретаете больше последователей, которые следуют за вами, и это дает вам больше магии или манны. Эта мана помогает вам победить вашего соперника-шамана в вашем стремлении контролировать мир и в конечном итоге стать богом. Попьелос The Beginning выглядит великолепно и спроектирован с кривой обучения, чтобы облегчить вам игру. Технически это впечатляющее преобразование, которое подталкивает игру Плейстейшн к ее пределу. Вместе с недавним преобразованием в Civil Station 2, владельцы Плейстейшн наконец-то получают приличные стратегические игры, поэтому если вы хотите познакомиться с этим жанром, это может быть хорошим местом для начала. Пришло время для храбрых рыцарей, мрачных пещер и ясного страшного дракона с дыханием огня. Это может быть только новая ролевая игра для ПК. Вот ранний взгляд на Dark Souls, квест на основе персонажей через волшебный мир фантазий. Вы выбираете команду бойцов, разбойников или магов и отправляетесь во тьму. Опасный лес, где есть звери для борьбы и заблудшие магические предметы, чтобы восстановить. Какое обещание против Кри Мудрости? Возможно, это не оригинально, но с его интуитивно понятным управлением, красивыми парками, графикой и многопользовательской опцией. Темный камень должен заинтересовать поклонников РПГ, владельцев пиццы со всего мира. Если вы следуете за другими, а не ведете их вперед, обратите внимание, потому что у нас есть несколько трюков для теста Драйв 5, которые сделают вашу жизнь намного проще после победы в гонке. Просто введите М3 как ваше имя, то есть МТ-Х-Р-И-И-Х-Р-Е-И-Х. Это даст вам доступ ко всем подсказкам, позволяя вам войти на уровень, который вы выберете, без неудобств, связанных с завершением курса. Даже если это не так, вы можете устать от своего гоночного суперкара. Если это так, вам нужны новые захватывающие машины. После победы в гонке введите N или L-I-F и в качестве своего имени. Теперь вы сможете бегать в удивительном оранжевом бегуне или даже в People Special. Эти автомобили заставляют даже Эстон Мортенс и Эдберс выглядеть слабыми, когда они мчатся по трассе с их мощными двигателями и стилизованными моделями. Но если вы хотите быть на правильной стороне закона, тогда введите BR-S-A-И-Х. Теперь вы увидите себя в разборке в качестве полицейского с полным кругом бегунов, которых нужно остановить и выучить с помощью этих трюков. Вам больше никогда не придется сидеть в пробке, потому что TestRide 5 имеет дорогу. Мы не знаем, как это произошло, но Championship Manager 3 – одна из самых быстрых игр в истории. Вы всегда хотели вести свою любимую команду к вершине лиги. Вы не найдете лучшей игры, чтобы достичь этого. Как это? Любая мыслимая команда из арсенала в Йорк представлена, и если вам не нравится местный талант, вы можете смотреть за границу для большей славы. С большим количеством вариантов на выбор, вы должны подготовить свою команду в каждом отделе, чтобы сделать ее чемпионом. Помимо основных стратегий, таких как информация, вам также нужно будет обратить внимание на зарплату игрока. Статистику клуба, травмы и то, как звезды мысленно справляются с давлением игроков, там не так много, чтобы увидеть, но не было такой детальной игры в футбол, как это, начиная с Championship Manager 2. Поэтому, если вам нравится бесконечная статистика, запишитесь на курс бухгалтерского учета или играйте в этот. В любом случае вы будете очарованы. Судья начинает игру для большего опыта, а затем начинает матч с FIFA 99. Первое, что вы заметите в этой игре, это хорошие пассы. Игроки бьют по мячу друг друга как профессионала, прежде чем бросать Арагон. Есть блестящие реакции, когда они терпят неудачу, и вы можете почти услышать, как они проклинают свою неудачу. Разные ракурсы помогают игровому процессу. Но злобно анимированные вратарии, глупые выступления – это больше, чем просто помеха. Есть метр для точности выстрела в цель и стилизованные варианты для игры с разных точек зрения. Освоение управления является самым важным, и разрушительные удары будут приклеены к вашему контролю. Игра неистовая, но слабая. С International Superstar Soccer в качестве конкурента мы ожидали, что FIFA 99 будет совершенством в вашем порту. Однако это разочаровывает. Мы надеемся, что в следующий раз будет больше внимания к деталям. Тогда у нас будет что-то кричать. С первого взгляда. Сильвер выглядит очень впечатляюще. Вы берете на себя роль молодого джентльмена по имени Дэвид, который сопровождал вас на ранних этапах вашего приключения для вашего полезного. Я не так молод, как он. Я не могу открыть дверь или его бесполезный дедушка в его стремлении спасти женщин Хивена. Изначально у Дэвида есть только один меч, чтобы сражаться с плохими парнями. Но по ходу игры он получает более необычное оружие, такое как огненный меч, который ему понадобится для борьбы со всей магией, которую они бросают на него. Среди других сражений с массивными драконами и маленькими бесами. И вы знаете более 50 интерактивных персонажей. Дэвид может также набрать некоторые из личностей, которых он знает. Умные герои будут сопровождать вас в поисках и даже сражаться на вашей стороне. Вы можете контролировать их или позволить им принимать решения и сражаться за себя. Кладоискатели найдут много, чтобы разграбить. Например, деньги, драгоценные камни, еду и волшебные зелья, которые можно собирать и использовать, когда это необходимо. Но будьте осторожны с тем, кто собирает ее. Если человек умирает, ваше сокровище будет потеряно навсегда. Есть сотни захватывающих мест для изучения, фантастические монстры, чтобы сражаться, и чрезвычайно захватывающая история, которая захватывает вас. Сильвер прекрасен. Это РПГ-приключение, которое понравится всем. И это очень редко. Странный мир научной фантастики всегда обладал определенным увлечением. И это отражается на количестве веб-сайтов, которые рассматривают космические путешествия и возможности внеземной жизни. Мы думали, что нам нужно посетить некоторых звезд научной фантастики для поездки в киберпространство. Если вы любитель кино и хотите подробно рассказать о каждом научно-фантастическом фильме, то начните с страницы научно-фантастического фильма, которая расскажет вам все о его классике 50-х, такой как «Запретная планета», и более простых творениях, таких как АМЗ «Монстр from out to space». Информация на этом сайте ограничена. Поэтому, если вы хотите увидеть больше ИТИ, например, проверьте ссылки на другие специализированные страницы, такие как сайт «I love it. Некрасив». Я не имею в виду юмориста справа. На этом сайте есть выдержки из фильма, идеально подходящие для многих преданных поклонников ИТИ, которые также любят его раскрашивать. И вы можете взять этот художественный Афанасий дальше, если напечатаете и раскрасите этот рисунок ИТИ. Да-да, это слишком сладкий А для вас. Вот он. Верьте или нет, это гигантская черепаха японский научно-фантастический герой. И поклонники посещают этот сайт, чтобы отдать дань уважения и посмотреть, как он ест все на своем пути через Токио, будучи в целом зверским. Это монстр, который действительно выходит из своей раковины. Но те, кто любит интернет, будут рады узнать, что в киберпространстве есть свой собственный научно-фантастический герой. Вы можете сопровождать этого космонавта в его питомнике и отправиться с ним во многие его приключения. Фильмы и графика на этом сайте превосходны. Лояльные последователи Space Dog отправили свои рисунки героя, его дома и его друзей на веб-сайт для всеобщего обозрения. Вы будете лаять от мужества, если не проверите страницы деятельности, где, среди прочего, есть рисунок соединения точек и головоломки Шапвавы. Нет проблем с такими храбрыми собаками, как космическая собака, гуляющая в интернете. Есть научная фантастика, чтобы оставаться привязанной к киберпространству. Небеса пока в безопасности. W Over 2 взлетел к PlayStation, но мы все еще не взволнованы. Как только вы наберете достаточно часов полета и пройдете пять уровней обучения и выпускной экзамен, тогда вы будете иметь право летать на 26 разных кораблях этой игры и участвовать в 20 различных миссиях. Но, честно говоря, зачем мне это делать? Крыло над двумя падает из-за ваших ужасных графиков. Хотя вы не ожидаете, что название PlayStation будет выглядеть так же великолепно, как игра для ПК. Это определенно ниже стандарта. Ваша система управления невозможно освоить. Даже Альбатросу будет трудно научиться летать с этим. Поэтому, если у вас нет бассейна, но вы отчаянно хотите летать на своей PlayStation, мы рекомендуем подождать чего-то лучшего. Прыгайте надвое, и у вас будет звездная посадка. Вот наш взгляд на 10 лучших игр PlayStation. Брайан Лара Крикет в десятке, забив мощную шестерку для симуляторов крикета. В то время как Гран Туризма бежит на девятое место с игрой, которая доводит управление до новых крайностей. В восьмом, наденьте свои лучшие мешковатые штаны, потому что Кулбордас 3 собирается сделать половину трубы более разочаровывающей, чем когда-либо. Лара снова заставляет нас спать поздно с Sunrider 3, но на шестом месте борьба становится гламурной с блестящими парнями в New Crush Bandicoot 3. Находится в другом приключении со своими новыми друзьями, и они находятся на пятом месте. Маленькие из Rugged Search for Repta принимают свой дневной сон в четвертом. В три премьер-менеджер 99 сводит футбол с ума на пути к победе. FIFA 99 очень близка к победе в игре, но она еще не выиграла Лигу, потому что Solid Snake заблокировал свой путь к вершине списка с удивительным металлическим механизмом Solid. Если вам понравилась небольшая космическая торговля Сыр, вы бросили несколько футуристических шаров в Speedball 2 или полюбили приключения в Prince of Piorgia. Средний опыт игры всегда в 2D, но по мере развития технологий, также способность производить лучшие игры в 3D. The Ultima Underworld к сегодняшним ускоряющим чудесам трехмерные миры стали стандартом для всех основных названий. Чтобы получить лучшие из этих новых игр, вам нужна дополнительная карта ускорителя, дорогая часть, которая обрабатывает весь ваш процессор 3D на ПК, но не более того. Независимо от того, выбираете ли вы 3D-FX или чип питания VR, качество изображения и скорость, которые они обеспечивают, невероятны, но мы, геймеры, действительно нуждаемся в отдельном ускорителе. Вместо этого мы можем использовать наши обычные графические карты для игр в 3D. Ну, мы решили попробовать три из лучших карт 2D и 3D на рынке, чтобы сравнить их с технически превосходящими конкурентами. Используй экзаменатор видеокарт под названием Setbench. Мы начали с тестирования Trich Fury, карты, которая использует огромную память в 32 мегабайта. С такой силой она дала отличные результаты, как в наших тестах, так и в игре. Хотя это очень дорого, если вы хотите лучших результатов, вы обязательно должны использовать его. Creative Labs Blastery Riba TNT почти так же хорош и поставляется с очень респектабельным 16 мегабайтами памяти на быстром процессоре 3D. Это было неудивительно, но в 3D это было превосходно, и даже самые требовательные игры казались подробными и завышенными. Имея всего 8 мегабайт памяти, Matrix Millennium G2 по-прежнему предлагает одно из лучших качественных изображений, которые мы видели. Вы не только преуспели в разнообразных играх с голодом, но и увидели самые стабильные драйверы из всех тестируемых нами карт. Это означает, что вы хорошо работаете и очень редко терпите неудачу. Дело в том, что технология продвинулась настолько далеко, что современные видеокарты 2D и 3D могут быть как мощными, так и стабильными. В то время как меньшинство таких игр, как Сурок, просто бегают с ускорителем. Большинство названий работают отлично на гораздо более дешевой, не ускоряющей карте. Хотя они никогда не будут выглядеть так же, как последние карты Вуду создают быстрые, подробные миры. Наличие карты ускорителя по-прежнему является лучшим способом игры, но в первый раз они не являются существенными. Приготовьтесь к визуальному трюку. Апрайзинг Док Лиф Энд Дестрой имеет больше световых эффектов, чем дискотека 70-х, сражающаяся с вторгшейся ордой кровососущих инопланетян. Здесь твоя маленькая корабельная команда. Спасите род человеческий от вымирания. Это звучит как тяжелая работа, но опять же у вас достаточно оружия для этой задачи. Кроме лазерных пушек и бомб, обнаружены новые базы. Ваша карта спутников называется. Вы можете дать свою позицию и обратиться за помощью к группам тактической поддержки, которые будут сопровождать вас и сражаться за вас. Хорошая идея, но как только вы думаете, что видите что-то особенное, ужасная система управления выводит вас из игры. Попробуйте перемещаться по пересеченной местности извне, и у вас будут серьезные проблемы. Ослепительные эффекты и некоторые серьезные шутеры снова разрушены плохим геймплеем. Какая жалость. Восстание 2 возможно было выстрелом, и закончилось еще одно шоу. Но мы вернемся с лучшими компьютерными развлечениями.